Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Светлана. Я в эфире со своими брошками, со своей коллекцией. Вчера в видео я упомянула о Coco Chanel, а сегодня хотела бы дословно зачитать цитату. Если вы хотите собрать коллекцию, начинайте с брошей, потому что в большинстве случаев сможете использовать именно их. Брошь можно приколоть на лацком пиджака, воротник или карман, на шляпу, ремень или вечернее платье. Так что призываю всех начать собирать брошки. Ну, а еще я хотела бы сказать о том, что брошки являлись украшением и дополнением не только вечерних нарядов в прежние века, но и как средство общения, завуалированное, чтобы посторонние люди не знали о взаимоотношениях молодых людей. И если дама надевала брошь на правое плечо, то это говорило о том, давало сигнал ее спутнику, приятелю, о том, что сегодня я с тобой встретиться не смогу. Если же брошь была прикреплена к левому плечу, это означало, сегодня можем увидеться после полуночи. Вот такие интересные сигналы, и такой язык брошей существовал давным-давно. А Мадлен Олбрайт, она в своей книге писала, что если у меня хорошее настроение и в хорошие дни, это будут цветы, бабочки и воздушные шары. В плохие дни, по словам Олбрайт, это могут быть пчелы, змеи, жуки или пауки. А еще совсем недавно я прочитала о том, что Набиулина, председатель нашего Центробанка, постоянно надевает на свои деловые костюмы броши. И люди заранее могут уже предположить, что будет с банковской ставкой в этот день, в день ее пресс-конференции. Так что вот такие интересные дела происходят при наличии брошек на костюмах дам. Ну а сегодня продолжу показывать свои брошки. Я заранее прошу прощения за свои очумелые ручки. Не подготовилась я к тому, чтобы демонстрировать броши правильным образом. Ну и из подручных материалов что-то соорудила, так чтобы вы увидели броши, ну, в более презентабельном виде. Так скажем. Я очень люблю жемчуг. Впрочем, миллионы женщин жемчуг обожают. И о жемчуге это будет совершенно другое видео. Я обязательно его подготовлю. И сегодня брошки с включением жемчуга. Итак, начнем. Первая брошь – это роза. Вот такая красивая розочка. Может подойти абсолютно к любому однотонному костюму. В прошлом видео я упоминала о бижутерии фирмы NSM. И вот еще одна брошка из их коллекции. Очень красивая. Я не знаю. Нет, не видно, наверное, как играют цирконы здесь. Ну а жемчуг сам по себе прекрасен. Есть у меня брошь, ну, которую следует надевать на черное строгое вечернее платье. Вот такая брошь. Мне кажется, она очень красивая. Есть брошечка с черным жемчугом в виде цветка. Спокойная, выдержанная. К этой броши есть серьги и есть бусы из черного жемчуга. А вот такой миленький букетик. И жемчужинка, конечно, выглядит здесь очень уместно и красиво. Продолжаю тему природы. Есть вот такая стрекоза. А у нее шевелится хвостик. Очень забавная такая стрекозулечка. А вот это такой веночек, букетик. Здесь турмалинчики и зеленый гранатик. Вызывает улыбку. Вот это вот парочка птичек. А эту брошь можно надевать и как подвеску. Здесь есть специальная петля для цепочки. Очень красивая брошь. Жемчуг с включенными камешками. Не закреплена, поэтому придерживаю. Есть хризантемы. И эту хризантему тоже можно надевать как подвеску на длинную цепь. На строгой платье какой-то или джемпер, свитер. Ну, в общем, вот. И вот такая брошь. Из речного жемчуга. И такие же серьги. Вечером это очень красиво смотрится. Ну, вот это то, что я хотела вам показать сегодня. Благодарю вас за внимание. Очень прошу вас оставлять свои комментарии. Критиковать, чтобы я понимала, что мне сделать в правильном продвижении при демонстрации украшений. А вообще желаю всем доброго здоровья, мира, покоя. Радостных дней как можно больше, несмотря ни на что. Всего вам самого доброго. С уважением. Ваша Светлана. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова